Без зарплаты в этом году могут остаться учителя. На выплаты им не хватает почти 4,5 миллиарда гривен. В бюджет на этот год внесли просто недостаточную сумму на субвенцию регионам, за счет которой и осуществляют выплаты. Нужен 31 миллиард гривен, а есть только 26,5. Напомню, в прошлом году в подобной ситуации оказались медработники. И в этом, как говорят эксперты, ситуация может повториться. Вообще, не первую неделю политики спорят, а хватит ли доходов госбюджета, чтобы покрыть все запланированные расходы. Говорят, статьи по доходам не выполняются. Чиновники это не признают, но и опровергают как-то так, что остаются сомнения. Поэтому мы попросили одного из самых опытных украинских финансистов, Виктора Пинзенека, прокомментировать эту тему. Действительно ли с бюджетом есть проблемы? Вот что он ответил. Когда говорить о поточной ситуации, нужно рассчитывать, насколько реальная динамика надходов, отвечает тому, что она даже и закладывается в законе. На жаль, тут есть проблемы. Динамика доходов не является приятной. Хотя, если ее оценивать по показаниях арифметичных, то ситуация выглядит не так плохо. Но очень важно внести, что стоит за этими цифрами. Потому что некоторые доходы случаев не ревномерно находятся. Например, податок на одну варту, который платят гражданами, ревномерно находятся каждый месяц. А такие деньги, как отрабатывание от Национального банка, идут не ревномерно. Надо рассчитывать, что за последние два месяца Национальный банк перераховал две трети речной суммы доходов. За всего за два месяца. 32 млрд грн. и в загальной сумме 46 млрд грн. То есть это творит ситуацию и делает иллюзию, что она непогана. А она, на самом деле, значительно гирша. Доходов, которые предназначены в бюджете, их нет. Хотя, надо сказать, справедливости рада, что динамика по сравнению с началом года поліпшилась. Но пока, за моими оценками, не позволяет ожидать на получение достаточно количества доходов.